Привет! У микрофона Маров Дмитрий, вы смотрите вторую часть урока завершающего курс создания динамического веб-сайта на канале LovedBlog. Приятного просмотра! В этом уроке мы продолжим и закончим работу над нашим проектом, а также подведем итоги курса. В прошлый раз мы остановились на четвертом пункте нашего плана — сообщение сервера о последнем добавленном фильме. Приступим к реализации. В файле index.php добавим следующий текст. И после подключим lastMovie.php в папке Logic. В логике создадим подключаемый файл. Из базы данных мы будем доставать ID и title последней добавленной записи, а чтобы достать такую запись, мы должны отсортировать результат по ID в порядке убывания. Сделать это можно с помощью оператора order.by и использовав ключевое слово desk. Текущий вариант запроса возвратит все записи в порядке убывания. Нам нужно ограничиться лишь одной последней записью. Оператор limit позволяет вывести указанное число строк из таблицы. Следовательно, указываем единицу, чтобы вывести только одну запись. Выполняем запрос и извлекаем результат. Разметка будет содержать ссылку на фильм с идентификатором movie, нижнее подчеркивание и ID фильма в базе данных. А в качестве текста выведем название фильма. Перейдем на главную страницу и проверим, совпадает ли отображенный результат с действительностью. Да, все работает как нужно. Теперь создадим кнопку, которая будет отображать предыдущий добавленный фильм. В файле index.php добавим кнопку с ID show more и текстом показать еще. Затем в файле main.js выберем нашу кнопку с помощью query selector. Проверяем наличие значения переменной more button и добавим обработчик show more movies на событие клик. Также создадим переменную, которая будет указывать номер записи, которую нужно вывести. После нажатия на кнопку переменная увеличится на единицу, и таким образом мы сможем перемещаться по записям. Далее делаем ajax-запрос методом post. URL будет logic more movies php. Данные будут состоять из ключа last shown movie и соответствующего значения. Content type URL encoded. А callback пока оставим пустым. Перейдем к реализации серверной части. Добавим файл more movies php и запросим dbphp. Поместим пересылаемые данные в переменную offset и преобразуем ее в число, так как данные в запросах передаются в виде строк. Скопируем SQL-запрос из файла last movie. При таком запросе таблица для вывода выглядит следующим образом. Выводится всегда первая запись. Нам же нужно при нажатии на кнопку перемещаться вниз на одну запись. Для этого немного модифицируем запрос. В выражении limit добавим placeholder, который будет указывать смещение строки, начиная с нуля, а по-человечески с первой записи. И подготовим наш запрос. Если на данном этапе мы попробуем его выполнить, возникнет ошибка. Она происходит из-за того, что все данные, переданные в execute, форматируются как строки. А в выражении limit можно передать только числовые аргументы. Решить подобную проблему можно вручную, присвоив значение placeholder с помощью метода bindValue объекта STMT. Первым параметром указывается имя placeholder, вторым – значение, и третьим – тип данных. Для чисел это pdo.paramint. В этот раз execute нужно просто вызвать, ничего не передавая в него. В JavaScript мы будем генерировать и добавлять новые элементы на страницу в зависимости от ответа сервера. Поэтому лучше всего переслать данные в удобном для JavaScript виде. Как раз для этого предназначен JSON. Это текстовый формат данных, напоминающий JavaScript объекты, но не являющийся таковым. Для начала поместим данные в виде ассоциативного массива в переменную movie. Затем установим заголовок ответа – contentTypeApplicationJSON. И в конце вернем ответ, закодировав нашу переменную в формат JSON с помощью функции JSONEncode. Если таблица больше не будет содержать записей для вывода, то вернется false. В нашем JavaScript создадим функцию appendMovie с параметром movie. Чтобы преобразовать JSON в JavaScript объект, необходимо вызвать метод parse объекта JSON. И перезапишем результат в переменную movie. Сделаем проверку movie, и в случае, если значение не false, создадим заголовок четвертого уровня и заодно ссылку. У ссылки добавим свойство href, которое по аналогии с последним добавленным фильмом будет отправлять пользователя на страницу movies к нужному фильму. Добавляем ссылку в заголовок с помощью appendChild, а после добавляем заголовок в body. Если же ответ сервера false, то поменяем текст кнопки и выключим ее, установив атрибут disabled с помощью метода setAttribute. Давайте побалуемся с новой кнопкой. Обновим страницу, потыкаем и перейдем по ссылке. Отлично, мы почти реализовали весь функционал. На этот раз воплотим в жизнь самый-самый функционал из всех — добавление фильмов в базу данных. Создадим страницу ctrl.php и скопируем код из index.php, а также уберем лишнее после проверки на авторизацию. В шапке сайта создадим ссылку на новую страницу. В файле ctrl.php добавим заголовок и форму. В форме присвоим имя new movie. Добавим лейбл и инпут с name new movie title, а также инпут для продолжительности с типом number и name new movie duration. Затем добавим select. В наших интересах, чтобы опция для выбора жанра генерировалась динамически. Чуть позже мы сделаем именно так. Selectу присвоим имя new movie genres и в конце квадратные скобки. Это нужно для того, чтобы при выборе нескольких жанров на сервер отправились все выбранные жанры, а не только последний. И соответственно указываем атрибут multiple, чтобы зажав control можно было выбрать несколько жанров. В конце будет кнопка для отправки. Сначала решим проблему генерации разметки для выбора жанров. В select подключим файл logic get genres.php. В нем мы сделаем обычный select ID и жанра из таблицы жанров. Используем метод query и с помощью цикла vile генерируем разметку, пока есть записи для вывода. В атрибут value помещаем ID жанра, а в качестве текста его название. В файле main.js проверим наличие формы на странице. Если она присутствует, то установим обработчик на событие submit и в качестве обработчика укажем функцию add new movie. Эта функция будет принимать объект события для того, чтобы предотвратить действия по умолчанию. Форму будем отправлять с помощью объекта form data. В качестве аргумента указываем this. This в нашем случае является элементом, на котором установлен обработчик, то есть форма new movie. Теперь настраиваем наш Ajax-запрос. Метод post URL logic add movie.php. В качестве данных мы передаем объект форм data, а кулбэком будет обычный alert. Создадим файл add movie.php и запросим файл db.php. Создадим функцию getNakedInput, чтобы обработать пользовательский ввод. Эта функция будет вызывать trim и html entities, передавая параметр input как аргумент, а после будет возвращать его. Проверим пустыли значения элементов массива post. А массив жанров проверим оператором не с функцией isSet, поскольку если жанры не были выбраны, то такого элемента массива вообще не будет. Мы используем логическое или, потому что нельзя добавить фильм, если хоть одно поле осталось пустым. Соответственно, прекращаем выполнение скрипта функции die и просим заполнить все поля. Иначе двигаемся дальше. В нашем случае операция добавления фильма состоит из двух запросов. Добавление информации в таблицу movies и таблицу movies genres. Когда для логического завершения операции требуется выполнить несколько запросов, нужно использовать транзакции. Транзакцией называется выполнение последовательности команд в базе данных, которая либо фиксируется при успешной реализации каждой команды, либо отменяется при неудачном выполнении хотя бы одной команды. С транзакциями лучше работать в отдельном блоке try-catch. Начать транзакцию можно с помощью метода beginTransaction объекта ПДО. Первый запрос – вставка фильма в таблицу movies с placeholderами title и duration. После того, как мы вставили фильм в таблицу movies, необходимо получить его ID для дальнейших действий. В ПДО для этого предназначен метод lastInsertId. Он возвращает идентификатор последней вставленной записи в базу данных. В данном случае мы получим идентификатор нового фильма. Поместим вернувшееся значение в переменную lastId. Теперь, используя этот ID, мы можем присвоить жанры фильму. ID выбранных фильмов помещается в подмассив NewMovieGeners суперглобального массива Post. Мы не можем знать наверняка, сколько жанров было присвоено фильму. Следовательно, нужно строить запрос динамически. Чтобы реализовать подобное, нам будут нужны два массива. Первый массив будет содержать значение для плейсхолдеров. Назовем его жанр парам. Второй – rows – записи для вставки в базу данных. Элементы этого массива нужно будет объединить в строку с помощью Impload, указав в качестве разделителя запятую и конкатенировать с нашим SQL-запросом после ключевого слова Values. Теперь нам необходимо поместить в эти массивы значения. Удобнее всего будет использовать forEach для перебора NewMovieGeners. Сначала указываем, какой массив будем перебирать. Это наш подмассив. А после S указываем переменную жанр. На каждой итерации этой переменной будет присваиваться значение текущего элемента массива. Сперва в массив параметров добавляем ID последнего добавленного фильма, потому что в нашем SQL-запросе он указан первым. А уже после добавляем жанр. Для наглядности подготовим строку, содержащую плейсхолдеры. После добавляем ее в массив rows. Теперь подготавливаем наш запрос и в execute передаем массив с параметрами. После выполнения всех запросов необходимо зафиксировать внесенные изменения в базу данных. В противном случае запросы не вступят в силу, пока мы не подтвердим операции методом commit объекта ПДО. И выведем сообщение об успешном добавлении фильма. Если в процессе транзакции возникла ошибка, то в блоке catch мы должны отменить все успешные действия, которые были до ошибки. Иначе может получиться так, что вставка фильма прошла успешно, а жанры не были присвоены. Для начала выведем сообщение об ошибке с помощью getMessage. А сделать откат транзакции можно с помощью ПДО rollback. И в итоге, в случае ошибки, база данных вернется к исходному состоянию до транзакции. В общем, основная фишка транзакции — это сохранение целостности базы данных. Попробуем добавить произвольный фильм. Теперь посмотрим, какой фильм указывается на главной странице как последний добавленный. Перейдем по ссылке, чтобы посмотреть дополнительную информацию о фильме. Вся информация тоже отобразилась корректно. Последнее, что осталось реализовать — это удаление фильма. Для начала модифицируем файл PrintMovies. Внутри контейнера фильма, снизу, добавим кнопку с классом MovieDel. В Main.js, в обработчике секции фильмов, создадим соответствующую проверку. Если событие произошло на элементе, который содержит класс MovieDel, выполним следующий код. Начнем с создания объекта Movie. Поместим в свойство контейнер объекта Movie родительский элемент кнопки. Из контейнера можно извлечь соответствующий ID фильма с помощью метода GetAttribute. Результат поместим в свойство ID. Заодно извлечем название фильма для вывода сообщения. Название фильма является первым дочерним элементом контейнера фильма. Следовательно, обратимся к нему с помощью FirstElementChild и достанем текст, используя TextContent. Далее делаем Ajax запрос методом Post. URL будет будущий файл DelMovie в папке Logic. Тело запроса будет содержать ключ DelId равный MovieId. ContentType URLEncoded. И в случае успешного запроса выполним функцию DelMovie, которую сейчас создадим. В функции при успешном удалении фильма будет удаляться контейнер, содержащий фильм. Для этого необходимо вызвать метод Remove у контейнера фильма, но сперва сделаем alert следующего сообщения. Фильм, конкатенируем название фильма, был успешно удален. В блоке Else поместим сообщение об ошибке. Нам осталось лишь обработать запрос удаления. Создадим в логике сайта файл DelMovie.php и сразу же запросим Db.php. Поместим ID фильма в переменную DelId. Мы будем удалять фильм из таблицы, ID которого соответствует ID в переменной DelId. Так как при создании внешних ключей мы указывали Cascade Delete, записи из таблицы Movies Genres для соответствующего фильма будут удалены автоматически. Ответ сервера будет содержать количество строк, которые были затронуты в ходе выполнения последнего запроса. Их можно получить с помощью метода RowCount объекта STMT. А также преобразуем ответ в boolean. Последнее, что сделаем, удалим cookie-файл для нужного фильма, если он, конечно, установлен. Сначала проверим, какой фильм отображается на главной странице. Запомним его. Перейдем к списку фильмов и удалим последний. Вернемся обратно на главную. И да, изменения вступили в силу. Что ж, подведем итоги. Мы изучили необходимые основы PHP, MySQL и JavaScript. Освоили нормализацию базы данных и как сохранять ее целостность. Разобрали взаимодействие с базой данных посредством ПДО. Научились работать с дом, обрабатывать события, а также выполнять асинхронные запросы. И, наконец, создали наш динамический веб-сайт. На этом данный курс завершен. С вами был Маров Дмитрий. Вы успешно прошли курс создания динамического веб-сайта на канале LoftBlog. Благодарю вас за выбор этого курса. Ждем ваше мнение в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И помните, главное это стремление учиться. До скорых встреч!